Всем привет! Меня зовут Гульнас, и в этом видео мы с вами сошьем легкое, простое, но тем не менее лаконичное и очень женственное платье из неопрена с объемными рукавами. Спасибо большое, что вы со мной! Я очень счастлива вас видеть и знать, что мои видео полезны для вас. Ну и давайте сразу перейдем к платью. Сегодня платье я буду шить из ткани, которая называется неопрен. Она очень похожа на трикотаж, тем, что неплохо тянется. Неопрен это такая ткань, которую уже достаточно давно на самом деле начали использовать, но для водолазных костюмов и костюмов для дайвинга. А к широкому потреблению неопрен пришел лишь пару лет назад и завоевал большую популярность. С ним можно создавать различные формы, объемы, волны, которые потрясающе держатся. А все потому, что неопрен плотный, но при этом очень легкий. Благодаря этому одежда не провисает, не утяжеляется, а наоборот, будто парит. Еще одним большим плюсом неопрена является то, что он не мнется. То есть вы можете не беспокоиться, что в течение дня ваше платье или юбка сомнется и исчезнет пышность. Сегодня из неопрена шьют все. Сумки, свитшоты, пиджаки, бомберы, купальники и даже пальто. Потому что неопрен держит тепло. В общем, ткань просто фантастическая. Для пошива такого платья нам понадобится, разумеется, ткань. Для того, чтобы рассчитать количество необходимой ткани, вам нужно замерить длину от плеча у основания и шеи и до низа изделия. А также добавить к этому значению длину рукава. Выкройки для платья у нас нет, мы ее построим прямо на ткани. Она очень простая. Также в работе нам понадобятся нитки. Одна армированная нитка для того, чтобы мы стачивали срезы, то есть прошивали на обычной машинке. И три полиэстеровых нитки для оверлока. Но если у вас нет оверлока, то вы можете строчить простой армированной ниткой. А обметывать срезы можно строчкой зигзаг. На самом деле ничего страшного, если вы не обработаете срезы неопрена, поскольку он не сыпется. И неплохо будет выглядеть даже в необработанном состоянии. Дальше для работы нам понадобятся булавки и иголки. Портновский мелок, желательно белый. Далее портновские ножницы. Маленькие кусачки. Ножницы для обрезки нитей. И мерная лента. Итак, мы складываем ткань пополам вдоль кромки. Первым делом мы срежем кромку. Ткань по-прежнему сложена вдоль кромки. И теперь мы сложим ее еще раз в два, для того, чтобы у нас образовалось 4 слоя. Неопрен достаточно играющая ткань, и поэтому я закреплю булавками по краям. Сгиб, который образовался после того, как мы сложили повторно, будет являться серединой передней половинки платья и серединой задней. Для того, чтобы вам было лучше видно, я буду рисовать не мелком, а ручкой, предназначенной специально для ткани. Она легко удаляется даже при низкой температуре утюга. Нам необходимо будет сначала нарисовать горловину. Для этого отступите от верхнего среза на сантиметр вниз. И теперь от этой точки, прямо от сгиба ткани, отложите вправо отрезок, равный примерно 7-8 сантиметров. На самом деле это значение вы можете рассчитать по формуле. Вам необходимо замерить свой обхват шеи, а затем поделить его на 6 и добавить 1 сантиметр. Теперь длину этого отрезка поделите на 3 и полученное значение отложите от сгиба вниз. У меня это примерно 2 с небольшим. Далее соединим нижнюю и верхнюю правую точку округлой плавной линией. Это будет линия горловины. Теперь переходим к плечу. Вам необходимо решить, какой длины будет ваше опущенное плечо. Плечо в этой модели платья будет опущенным, то есть оно не будет находиться на стандартном уровне. Нам нужно решить, на каком уровне мы начнем втачивать рукав. Вам необходимо замерить отрезок от основания шеи и до желаемого уровня. Это и будет вашей шириной плеча. Я решила взять 28 сантиметров. Это практически на всю ширину ткани. Ставим отметку и соединяем две точки. Крайнюю плечевую точку и точку основания шеи. Мы можем плечевую линию оставить такой, перпендикулярной сгибу серединки. Но это даст излишние объемы и волны в области груди. Для того, чтобы этих излишних объемов не было, вы можете немного наклонить линию плеча вовнутрь. Для этого от внешней плечевой точки опустимся на 2-3 сантиметра вниз и соединим теперь уже новую внешнюю плечевую точку с точкой основания шеи. К примеру, вы решили плечевую линию продолжить вот до этого уровня. Теперь на этом уровне вам необходимо будет замерить обхват плеча, то есть обхват вашей руки. Но замеряем мы руку не обязательно вплотную. Если вы хотите иметь рукав в этой области не прилегающим, а немного свободным, то сразу же добавьте к мерной ленте немного свободы. К примеру, обхват моего плеча равен 30 сантиметрам. Но я решила, что мне, к примеру, комфортно будет в 38 сантиметрах, то есть добавила 8 сантиметров. Теперь мне необходимо будет полученное значение поделить пополам. 38 делим на 2, 19 и 19 я отложу от внешней плечевой точки вниз. Осталось совсем чуть-чуть. Мы нарисовали линию проймы, то есть место, которым будет втачиваться рукав. Вот здесь заканчивается наша пройма. И для того, чтобы оформить боковой срез, я просто заведу линию плавно и немного округлой вовнутрь. И дальше буду опускать по прямой вниз. При желании вы можете сделать расклешение, то есть увести линию ближе к срезам. Либо наоборот углубить эту линию, для того, чтобы сделать платье более узким, если вам необходимо. При раскрою оставьте по боковым срезам по сантиметру. По пройме также сантиметр. По плечевой линии будет достаточно тоже одного сантиметра. А вот по горловине оставьте 5 миллиметров. И краим прямо в 4 слоя. Итак, скроили и мы получили две одинаковые половинки. Теперь одну из них отложим. Это будет спинка, то есть задняя половинка платья. А вторую немного скорректируем, для того, чтобы она стала полочкой, то есть передней половинкой платья. А скорректируем мы линию горловины. Нам необходимо ее углубить. Для этого от среза горловины, от сгиба ткани отступите вниз на 7-8 сантиметров. Теперь эта точка будет нижней точкой горловины. Вам необходимо соединить ее плавной округлой линией с уголком, верхней плечевой точкой. Вот таким образом. И теперь срезаем в два слоя. А теперь быстро и просто скроим рукав. Кроим прямоугольник. Сначала из бумаги. Его узкая часть, то есть ширина, должна соответствовать вашей желаемой величине обхвата плеча. То есть у меня это 38. И в длину прямоугольник должен соответствовать длине вашего рукава. То есть вам необходимо замерить оставшуюся часть руки. Далее нам необходимо разделить этот прямоугольник вдоль на несколько частей. К примеру, на 4 равные полоски. Вам необходимо будет верхние срезы оставить вместе. То есть они не должны отсоединяться друг от друга. А нижние срезы мы раскрываем. Раскрывать можно настолько, насколько хватит вашей ткани. Самое главное, будьте уверены, что углы расклешения между всеми деталями одинаковы. При раскрою рукава вам необходимо будет обвести верхний срез. Боковые части рукава, они называются локтевыми срезами. Низ мы соединяем, ориентируясь на отрезки части рукава. То есть соединяем расстояние между одной частью и так по всему низу рукава. Спинку, заднюю половинку платья положите лицом наверх. Теперь лицом к лицу приложите полочку, то есть переднюю половинку платья. Совмещаем плечевые срезы. Далее нам необходимо будет дать две строчки по плечевым срезам на сантиметр от края. Прострачили плечевые швы и теперь раскройте платье на лицо. Расправьте плечевой срез и нас интересует сейчас срез проймы. Платье лежит лицом наверх и лицом к лицу. Мы прикладываем верхний срез рукава, тот который поменьше. И затем вам необходимо будет прострочить на один сантиметр. Пристрочили рукав к пройме и теперь разложите платье полностью лицом наверх. И вам необходимо будет сложить платье пополам, просто по плечевому шву. И наше платье практически готово. Нам необходимо соединить все срезы. Локтевой срез и боковой срез разом. Остается обработать горловину, низ рукава и низ платья. Давайте начнем с манжет. Вам необходимо замерить обхват своего запястья. Именно такой длины будет длина вашей манжеты. К этой длине мы прибавим по сантиметру с каждой стороны для швов. Теперь определим ее ширину. Вам необходимо решить какой ширины будет манжет в готовом виде. К примеру, я хочу манжету 4 сантиметра в готовом виде. Она будет двуслойной, то есть это уже 8 сантиметров. И нам понадобится также по сантиметру на швы с каждой стороны для того, чтобы приточать манжету к низу рукава. То есть 9 и 10. Нам понадобится два таких отрезка. Есть небольшой нюанс в том, как кроить манжету. Вдоль кромки идет долевая нить, которая не очень сильно растягивается. А вот поперек кромки идет уточная нить, которая растягивается достаточно сильно. Мы кроили платье вдоль долевой, той, которая растягивается не сильно, для того, чтобы наше платье не провисало и не растягивалось. Манжету мы будем кроить поперек кромки, то есть длиной они будут лежать по уточной нити. Если скроить манжету по уточной, манжета будет как резинка растягиваться. И таким образом мы сможем провести кисть через манжету, а потом на запястье она вновь соберется в прежнее состояние. Скроили две манжеты в двух экземплярах. И теперь прежде чем присоединять их к низу рукава, нам необходимо будет сложить их лицом к лицу пополам, закрепить срезы, а затем дать строчку на сантиметр по краю. Пока отложим манжеты и займемся низом рукава. Нам необходимо по низу рукава сформировать мягкую сборку. Это можно сделать на машинке. Обычно вы на машинке строчите 3-х миллиметровым стежком. Это самая оптимальная длина стежка. Так вот, сейчас нам необходимо будет для того, чтобы создать сборку с помощью машинки, увеличить длину стежка до 4-х, и если машинка позволяет, то до 5-ти миллиметров. И затем проложить строчку просто в круговую по всему низу рукава. Нам необходимо будет первую строчку проложить на 5 миллиметров от низа рукава, а затем вторую строчку прокладываем, отступая 5 миллиметров от первой строчки. Также в круговую. При этом оставьте хвостики, потому что они нам понадобятся. У нас осталось с каждой стороны по 4 хвостика. Возьмем концы с одной стороны, то есть до локтевого шва, и все 4 вместе завяжем бузелок. Если вы прокладывали строчку на машинке и лицевую часть ткани держали сверху, то вам необходимо будет перевернуть рукав наизнанку и потянуть за две изнаночные нитки одновременно. Итак, затягиваем две нитки вместе. И вот такая сборка у нас формируется. Затянули сборку, и теперь возьмем за лицевые нитки и завяжем узелок для того, чтобы сборка не распускалась. А теперь самое время соединять с манжетой. Манжету мы прострочили, и теперь сложим ее пополам, так, чтобы лицо было снаружи. Далее прикладываем шов по манжете к шву по рукаву, лицом к лицу. Далее оттягиваем середину по низу рукава и середину манжеты. Закрепляем и закрепляем промежутки. Далее вам необходимо будет дать строчку между двумя вспомогательными строчками и прикрепить таким образом манжету к низу рукава. Пристрочили манжеты в круговую к сборке, затем удалите вспомогательные строчки, которые мы делали для того, чтобы сформировать сборку. Оборачиваем на лицо, и вот такой прекрасный рукав мы получаем. А сейчас обработаем горловину, свет горловины эластичной бейкой. Сложим горловину пополам, так, чтобы с одной стороны была спинка в сгибе, а с другой полочка. Вот таким образом. И теперь нам необходимо будет замерить половинку горловины. Здесь это 24. Теперь вдоль уточной нити, то есть той, которая хорошо тянется, вам необходимо будет раскроить полоску. Она должна быть равна длине горловины. То есть, к примеру, половинка у меня равнялась 24, значит полная длина горловины равняется 48. На припуски можно не добавлять. При раскрое эластичной трикотажной бейки, наоборот, вычитают еще несколько сантиметров. Для того, чтобы бейка была как резинка и собирала горловину, не давала ей растягивать. А ширина бейки рассчитывается так же, как и манжета. Мы берем желаемую ширину бейки, к примеру, у меня это 2 сантиметра. Она будет двуслойной, значит уже 4, и по 5 миллиметров на швы с каждой стороны 5 сантиметров. Итак, бейку скроили. Теперь нам необходимо сложить ее лицом к лицу пополам и застратить шов. Для того, чтобы прикрепить бейку к горловине, нам необходимо будет оттянуть серединку у спинки. Можете обозначить ее булавкой. Затем трикотажную бейку отгибаем пополам, так чтобы лицо было снаружи. И вот этот шов прикладываем к середине спинки. Закрепляем. Затем оттягиваем серединку у бейки и середину горловины по передней половине. Далее распределяем оставшиеся участки. Итак, бейка прикреплена, и теперь нам необходимо будет просто проложить строчку на 5 миллиметров от края в круговую. Далее строчку по оверлоку. Выворачиваем бейку на лицо. И вот такая аккуратная горловина у нас получилась. Ну и в заключение обработаем не из платья. Вы можете обметать на оверлоке, либо зигзагом, а затем подогнуть срезы вовнутрь на 1-2 сантиметра и прострочить на машинке. Также можно, к примеру, загнуть один раз и затем второй раз и дать строчку. Для того, чтобы никаких отметок и зигзага не было видно. Спасибо, что были со мной. Обязательно подписывайтесь, если вы не подписаны. Не стесняйтесь, оставляйте вопросы в комментариях. Я обязательно на них отвечу в специальном выпуске в рубрике «Спроси хэппи нас». Также публикуйте ваши работы в Инстаграм с хэштегом «Смотри хэппи нас». И я обязательно посмотрю на ваши творения. Желаю вам хорошего и успешного дня. До следующего выпуска. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok